Девушки отдыхают Здравствуйте, да, я тут Это хорошо, это отличные новости, что мне есть с кем поговорить, потому что когда я один, это очень-очень печально Ну что ж, в банах у нас находятся Поппетмастер, Репульсер, Сьюблейд, Пеблс, Кипер, Дарк Леди, Мортир Довольно-таки нестандартный бан, мы уже сделали предположение, что просто промахнулся И еще в банах Демпир, Паразит и Ревенор Вот как-то так Он ее пикнул, а он вряд ли промахнулся Ну, да Рапса, Суккубус, Малекен и Торт на Умеке и Сербейдзингтон, Призонер, Силуэт и Мастер Ну вот, под этот пик им обязательно, обязательно Хелберну нужен Гласиус Потому что вот этот вот прокаст Бендиктона, который раньше стоил Копейки, а сейчас он 250 Да, его увеличили Это очень тяжко 120 маны, 130, первый скилл, 130, третий, это конечно очень много, да Ну сейчас посмотрим, Бушвака выбирает Спидман Насмотрелся он в прошлой игре на FF Сейчас посмотрим, будет ли это Гласиус, как ты и предположил Ну в принципе он сюда вписывается неплохо Ну да, под пенсионера тоже хорошо Призонера точнее Ну это такое, папское его имя, пенсионер Не страшно, все его под таким именем тоже знают Ну, 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 посмотрим Кстати, я вот ждал, что сегодня будет Бендиктон Почему-то я вот проснулся с мыслью о нем Давно его не было, ну и вот его взяли Ну, честно говоря, странный пик Им на Бензингтон Ну да Ну в принципе был Мэдман Можно было и Мэдмана сюда взять Да много чего было на самом деле Начиная с Кракенами Ну видишь, почему-то Кракена намного реже стали брать И взяли Ревенанта Ну, Редженда известный игрок на Ревенанте Да, я его помню Он, по-моему, уже в этом турнирчике играл на Ревенанте Правда, у него, вот насколько я помню, скилл билд Он через вторую не качается Ну, он ее потом Клейту подкачивает И там потом собирал копии, насколько я помню И потом через копии я там такой дэмэдж летал Да, это понятно, но вот он когда хардит, он вторую не качает Хотя тут качать вторую тоже особо смысла нет Это только под бензином Остальное все физика Ну, у мейн-героев Как по вселке, так и у президента Ну, смотри, наметил он свое лицо на ТОП Кто, Ревенант? Ну, конечно, не бензингтон уже, а саппортить Ревенант это саппорт, да, на изилайне, который будет чекать и ганкать мид Ну, как бы, так было бы логично Потому что на миде он будет бесполезен В принципе, да, да А так очень, ну, при необходимом лаке, там, какой-нибудь ДД, Хаст И да, и можно что-то попробовать И отсутствие в Варда Скуба уже отправляется на ТОП Но смотри, туда идет и Малекин Может быть, может быть Ну, в общем-то, в принципе, как бы, команда Легиона Может попробовать подраться Да, в принципе, у них есть ста, ну, Рапса классно Сона от Сукубы тоже хорошо, почему бы и нет И Малекин сразу меч качнул Конечно, и ТОП, если что, да, импейлментом успеет там зарядить нормально Да, будет неплохо Ревенант, в принципе, тоже пока не учил Он, в принципе, сможет, если что, выучить инвиз Но там, по-моему, одна секунда ухода в этот инвиз Ну, у Торта антивард есть Ну да, расчет При этом, если инвиз ему тяжко придется хараситься Потому что, ну, Сукуба перехарасит Что его, что силку, если у Ревенанта будет инвиз Ну да, я помню, что была у этой же Мекки Сукуба И на ней тоже вот Пегас играл И он немножечко неправильное решение принял Он собрал себе базилку И при этом очень так активно тратил ману на спелл А сейчас он выбрал конкретно Чилис Это когда он против нас играл? Да, по-моему Когда он против Хаги ставил? Угу Ну да, пару раз его подловили на том, что маны не было Ну да, я смотрю, он просто раз-два и все У него нет маны, он стоит у него там соточка маны Ни на что ему не хватает Конечно, Чилис спасает в таких ситуациях Возможно, просто в тот момент, ну, как мы Как я это понимал, он сделал ставку на Он ставил против Соло Хаги Он сделал ставку на 1 наех И у него в начале, ну, очень-очень хорошо это получалось Там в числе 12 урона больше было И Хаги вообще, ну, то есть не вариант был крипаться Ну да А тут против двоих, конечно 1 на Чилис связнул и понеслось Отхил, отхил, отхил Ну, в принципе, против Ревенанта и силуэт Ну, я думаю, нормально ему будет В принципе С учетом того, что у него есть Чилис Будет вернее В принципе, да Мне больше интересно, что на миду будет Самое интересное Кто кого перекрипает Ну, в плане перекрипает Мне кажется, вот если, как ты и говорил, туда отправляется Малекин То, в принципе, у Малекина все шансы будут перекрипать Призонера Ну, в общем-то, да Но, будем наидеть, что Ревенанта покажет что-то И как-то интереснее стоит играть на миду Заходит мне уже в лес Сразу поставил Арджента Лайнвард Улица даже бегает Пустая А, она приносила антивард Я понял Да, да, да Ой, это вот зря он сделал Зря Малекин вырубил Дерево Что его теперь можно легко заметить, этот вардец Ну, да, как бы такой признак То есть, если ты ищешь вард То не находишь нужного дерева То, скорее всего, там вард, да Да, вот оно вырубается для вижена Чуть-чуть А, Арджента промахнулся Да, не дотягивается Убрали Замер нам вот этот Расстояние в режиме Наблюдателя Ой, смотри, как интересно Мы пропустили за всеми вардами Следили Даблбот Ага, вот оно что Мастер и Сир Или это просто чисто отвод был И мастер отходит Странное решение Потому что за это время Малекин как раз Убьет первую пачку крипов Без припасе И забинает А это очень Ну, неприятно Ну, если здесь Рапсу подтянут То, мне кажется Она будет умирать инстантно Да, вот В этом плане Кого-то еще спасать нечем К сожалению Угу Ну, Рапса хорошо агрессирует Ну, стан у нее, конечно, шикарный Да, тут вообще бесспорно Стан Потеринджа одинаковая смоя Но все равно грубо А каждую атаку му Она может 3 дать С микростаном Поэтому тяжкой придется О, был только что Хороший момент Попробовать хукану Трапсу Да Смотря Прегаса выгнали Ну, конечно Его очень больно Харасит и ванант За счет своего первого скилла Ведь он там добавляет Только пока 40 Магического дэмэджа А там на втором уровне Это вообще будет Очень больно Пошел он за кемпит руном На топ Может что-то интересное Себе там найдет Регенерация Ну и да Приходится выбирать регенерацию Смотри-ка Ари Джинда уже Уже пошел Отправился уже Медок Да, с инвизом Ну Попробует хукануть Вернее Попробует он Замедлить Чтобы Без проблем Попал хукан Кризонер И так Попадает хукан Сдан от мастера И Естественно Ну там Мне кажется Даже без ревенанта Смогли бы забрать Но это уже Ну как бы так Чтобы на 100% Саппорт получил И отправляется К своему керри на топ Тем временем Бендингтона Дела получше Ну 110 гпм Я б не сказал Ну это Лучше чем У суккуба Но все равно Да Просто суккуба Первый левел А Бендингтон Тоже четвертый Угу И это важно Три крипа И два заденайл В общем Для того что У суккуба Вообще 0-0 Видимо Пегасы Действительно Заставят Веревку и мыло Как он говорил В стриме Потому что Вот он действительно Просел на свои линии Очень сильно Смотрю Ориджендус Порешил Ну опять Он пришел Мидов Еще раз Пришел активно Поромить В принципе Он понимает Что на топе Все хорошо И суккубу Немножко унизили И можно прийти Помочь Отличный хук По маленьке Ну отста Очень вовремя Был Но Не дотягивался Ревенант Промах был Да Промах был Если бы не этот промах То Малекин бы отъехал Ну я не думаю Я думаю Что Федя видел Что промах был Что его следующие Тычки не убывают Потому что у него Ботл два зарода имел Возможность пропиться Между атаками Моу У него было Ну реально То есть не такая скорость Если бы еще там Ревенант дотянулся бы Ну да Если бы Дотянулся Ревенант Вообще Без шанса было бы Чуть-чуть Ему буквально Не хотело Молодцы Он сможет сместиться на мид И поможет За счет своей ульты Получает он Стан от торта Надо Почему его не обошел торт Если бы он стал Можно было хотя бы попробовать Знаешь Там же уменьшили Вот это расстояние На которое он отлетает Если кого-то зацепить Станом Там оно раньше было 300 по-моему А сейчас его вообще Сотку по-моему сделали То есть Если ты перед ним становишься Он точно никуда уже не убит Меня больше настораживает Почему Никто не харасит никого Как бы 260 Урона внести Это Почти полкп бушвака Лишь он наконец-то так и набрал Но не бьет почему-то Ну очень осторожно сейчас играет Опа Убивают ревенанта Отличный вардик от мурена Да Молодец И хаста еще при этом Да Забрали урону Убили Саппорт Классный То есть в принципе Хаста Маликен 6 уровень И можно пробовать Забирать призонера Да Не Я имел ввиду Вместе с Суккубой Забирать на фейзах Силуэт Который имеет 700 хп Смотри Один скилл На 4 уровне Прокачивает на 2 Там Третий хп вырубает Третий хп Третий хп Ну да В принципе Под сном Там В принципе Залететь Маликену Вообще не составляет Проблемы Да и потом Под хастой еще Под ультой Бить это достаточно Ну разве что Сейчас 7 левел Получит силуэт И догадается Вкачать ульту И отправить ее Куда-нибудь Ну вряд ли Ну и как я и думал Маликен Перекрепал Все-таки Немножко Призонера Ну это логично Потому что Моа вначале Отсутствовал И Маликен Привез себе Боттл До ФБ А Призонер Уже только после Смотри Смотри Переджандо На бот сместился Вот как я и говорил Ромище Такой получился Ревенант Он везде захаживает Ну и вот он Маликен на миде С ульты Попытался Что-то сделать Вот это он плохо Вот это он плохо Очень придумал Сейчас еще Я все заберу Да могут Все Забрали В принципе Не ожидал Он этого Ревенанта Но он знал Что ревенант Был на боте И что он сейчас Как-то пойдет Через мид В любом случае Честно говоря Как бы Стан Моа не отдавал Он попал Под стан Там уже Ревенант Не сильно рычал Странное решение Зачем Стан Хук Ну да Надо было Как ты и говорил Лучше сходить бы на топ И попробовать Убить силуэт Но сейчас Еще раз Смотри Их на миде убьют Я почти что Маловероятно Что их не убьют Ну да Пришел сюда Бензингтон Четыре Стоит и ждет Четыре манганка Угу Сейчас даже Просто приземляет Вещет гирю и льту Цепляет станом Но Ну хорошо Убьют Какая хорошая ульта От Сукубы Будет забирать Призонера Неплохо Разменялись Так Бум Если еще Ой Не хватило Буквально одного удара И тут тортик Отлично Срабатывает Станом Ну Неплохо Вовремя Пришли Своим тиммейтам Мека Да Сукуба Перевернула Файт Абсолютно Забрали И призонера И И хардлайнера Забрали Ну классно И моа еще И моа Да В придачу Ну счет 4-4 И преимущества Пока Можешь сказать Нет Это вот Пока Сукуба Седьмой Левел Со снимами Она сейчас Силку Если она Пойдет На топ Я не понял Что Произошло Если она Пойдет на топ Она сейчас Просто С двух Скиллов Будет Все Все ХП Сберевать Силки То есть Будет Вынуждать Уходить Ну и Силка Это Понимает Ты видишь Хочешь Побыстрее Пропушить Тауэр Остается 300 хп На Тауэр Ищи хп Как бы Идет Ревенант С ДД При хорошем Ой Чилис Как раз Таки Мне кажется Бронжеда Показался Из этой смерти На миде Просел Бензик У него В принципе Неплохо Делать Почти 200 гп Он Фармил Неплохой Хук Парапсе Но сюда Влетел В ответ Малекен Будет он Убивать Мастера Ну поменялись Саппортами Да и все Отпевается И Призанер Малекен Сразу же Топашка Ну как так Ну в итоге Опять Порово Да Вообще Активная игра Да Довольно таки Активно Но видишь Практически Одинаковые Мовы Делать Что одна Что другая Команда Меняется На одних И тех же Персонажей Грубо говоря Да Но Бушвак С Медаской Конечно КПМ Свой Очень быстро Разгонит Да У него Уже 400 Да 400 плюс Малекен Малекен Принимает Решение Сразу же После Стимов Идти В Доминатор В принципе Да Это скорее Доминатор Но может быть Инсентарис Ну что-то Мне кажется Мне кажется Что это будет Именно Доминатор Почему Только для того Чтобы Формить Ну да У него Видишь Так Немножечко Подпросил ГПМ Из-за этих Несколько Смертей Но опять же При наличии Бушвака С Медаской Который Нуль собирает Очень быстро Его соберет Формить ему Особо нигде Будет То есть Это будут Жалкие Крохи Так что Возможно Это и Инсентарис Да Ты прав Но Доминатор Но нет Мастер Уже В принципе Получился Шестой Уровень Если что Сможет Поддефать Силуэт На топе Ну вот Глеб Поэтому И Не ультует Потому что Знает 250 урона Щит поглотит Как бы Эти 250 Как бы Вроде бы Казалось Немного Но На такой Раней Стадии Это решит Как-то Они Странно Отдали Тауэр Денай Денай При этом Ещё Больше Странность В том Что Никно Стоит Фрифармить Почему-то Вообще Забыли Про него Да Да Вот Сейчас Бомалекен 240 Кп Он Себе-то Отфармил Ну Приходит Суккуба На мид И сейчас Что-то Будет Сейчас Что-то Будет Запалился Он На Варди Кириджанда Отходят Вот Реджанда Хорошо Двигается Как раз Варда Нет Может быть Даже Найдет Нет Бушвак Выходит Может Сейчас Тарта Найдет Тарта Тоже Смещается Обратно Нет Нет Не хочет Тарт Варды Ищет У них Там Вообще Слабо Молодец Бушвак Что Вот так Смело Формил У нас Скажите Так Формить Обычно Это Плохо Заканчивается Да Есть Такое Походу Вывалился Бушвак Да Я смотрю Он так Формил Формил Оп Отправился Домой Но Это Реально Спасло Ну Что Тут Может Быть Ну Смотри Видишь Сплотную Подошел Призонер К Малекену Не Видит Он В Кустах Рапсу Может Сейчас Будет Какая Попытка Ну Рапса Ничего Особо Не Поможет Ульты Нет Ульты То Еще Нет Да Да Простанет Хотя Не Известно Сколько Е Остается До Шестого Левела Вот Этого Может Сейчас Там Не Зна Одного Крипа Получит Ну Там Все Крипы Полные Ну Да И Малекен Тоже Презонер Не Будет Фижет Даже Если Он Все Раскастует И Ульту И Остальное Они Его Не Убьют Малекен Есть Улетающий Да 1200 ХП При Этому Еще Я Не Знаю Почему Вот Я Когда Вижу Силуэт На Фейзах Да У Моментально То Моментально Хочется Ганкать Персонажи Да Она Такая Мягкая Получается У нее 900 ХП Сейчас Всего И Пока У нее Нету Но Стона Она Очень Легкая Мишень Да Ее Надо Трогать Как-то Искать Опять Какие-то Проблемы Лага Лага Вылетел Что-то Очень Долго Сегодня С Играми Там Долго Ждали Собирались В итоге Потом Час Играли Там Еще И Пять Минут На Паузах Простояли Ну Сложно Когда Такие Игры Планируются Там Особенно Когда Там Люди Играют Играть Да Там Что-то Не Получается И Тут Все Пошло Поехало И С котами Не Хочется Консидит Никому Не Хочется Ошибаться Оступаться Ну Это По Расписанию Должна Бы И Третья Начаться У Нас Еще Такая Вторая В Сам Разгаре Редженда Идет В сторону Мита Ну Смотри Может быть Дождутся Редженда И все Таки Сделают Что-то Ну Пока Не Увидим Не Поймем Ну Да А тем Временем Реально Бензактон Фрифармит И Вот Нельзя Его Там Оставлять Нельзя Потому Что Нафармив Хотя Бы Что-то Его Эффективность А Уже Это Возрастет Нельзя Конечно Он Десятый Уровень Как Малекин Вендиктон Да Не должен Быть Десятый Уровень Причем Того Что Там Суккубы Унижали Унижали На Девятый Ну 2 0 1 Ну Да Неплохо Вендиктона 1 1 1 Но Все Равно Вендиктона Надо было Карать За то Что Он Третьим Скиллом Не Бил По Торту В итоге Он мог Его убить На пятом Уровне Достаточно Просто Делается Несложно 2-3 раза Стукнул Все И потом Резко Стукнул Убил Или Прогнал Торджи Тоже Саппорт Особо Денег Нету Ну Ему Экспа Нужна Тоже Да Экспа Нужна Хилок Особо Тоже Он Принести Не Может Ну Приносит Хилки Просаживается При этом И Рапсодия На меду Просаженная Которая Не Может Но Такое Вот Решение Принимает Тема Если Через Две Минуты Новостей Не Бураж Страшные Правила Действительно Угу Строгие Чересчур По моему Всякое Же бывает Ну В принципе Да В принципе Да Просто Все Играют Я Понимаю Что Никто Насильно Не Играют И Все Играют Ради Сво Удовольствия И Поэтому Как То Там Специально Что То Чего Так Где-то Пропадать Никто Не Будет Ну Это Как С точки Зрения Игроков Да А С точки Зрения Остальных Там Судей Всех Не Подождешь Тоже Ну Да Вот Как Например Мне Постанов В чат Цепится Вопрос Почему Игра Еще Не Началась Хотя Там Уже Должна Бала Начаться Десять Минут Точнее От Меня Зависит Там Кого Нет Туда Сюда Как Игроки Прекрасно Понимают Что Если Они Там Задержатся То Там Минус Призовые Будут Тем более Что Эти Минус Призовые Там Уже Сточили Время Уменьшили Такое Никто Не хочет Опоздать У всех Всякое Бывает Мы же Не Роботы Правильно Все Верно Но Будет Ну Вообще Будет Очень Плохо Ой Слава Богу Возвращается Он Да Может Это Было Б Но Вообще Плохо Будем Надеяться Что Сейчас Он Пойдет И Зафармить Трипл Эншентов Которые Настакали В отличие От Хеллборна Уже Что У Хеллборна Двойной Эншой Есть Да Двойной Что Хеллборна Пока Соло Фармить Сложным А он Может Никого Не отвлекая Пофармить Или Тот же Малекен Может Отрековариться Нормально Через Ульту Пофармить Хотя Малекен 337 Дубай Тоже В принципе Неплохо Побольше Чем У Призонера Да Посмотрим Ну Это Трипл Эншей Надо Забирать Реально Это Хорошо Забустит Команду Даже Малекен И Бушфак Могут Вдвоем Его Разбирать То есть Да Причем Бушфак Один Его Заберет Не Я имею Ввиду Что Поэк Спался Поэк Спались Оба Посмотри Малекен Уже В такой Момент Вард Хороший Есть Бушфак А вот Смотри Он Себе Ещё Один Шлем Приобрел Вот Теперь Это Будет Инсанитарь Ну Вот Вообще Замечательно Видишь Просто Режендо Пятого Левела Остался Бензингтон Не хочет Ему Дали Свободный Лайм Ему Больше Ничего Интересует Вот Одиннадцатый Взял Будем Надеяться Что Это Ганг Ой Пулк Ну Видишь Даже Без Юза Ульты Он Спокойно Ушел На Треть ХП Только Снесли Не Успел Гирю Повесить Чуть Поздновато Конечно Так Убили Конечно Без Вариантов Что Бензингтон Сразу Полетел Смотри Классно Настакали Даже Этот Спочек Крипов Сили Смидасом Вообще Разбирает Изи А это Он сам Себе Его стакнул Нет Это не сам А Доминатор Я понял Да Это Федя Стакнул Итак Ждем Чего Как Яростно Забирали Этого Крипа Единого Ну да Он Вард Страшный Крип Зря Крипа Дали Он бы Еще Еще Постарку Ну смотри ГПМ Бушвака Че Он опять Вылетел Че Смобильного В скайп зайдет Ну я Я тоже Так Понял Что В скайп Ханай Эту А вот Это Плохо Скорее Не Ну без Бушвака Здесь Вообще Ребят Шансов Ноль Ну да То есть Все А здесь Чтобы Тейвардинг И после Все 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 Просели И Презинер Просел Сильно Ревенант Просел Моа Тоже Боится Пошевелиться Вообще Будем Надеяться Силка Уже Которая С нулем Что-то Им Ну что Она имеет Да Принялось Немножко Так Подфармливать Стаки Не Хочется Конечно Сейчас Суккубусом Суккубкой И драться Которая Кстати ПК Так Да Прикольный Итем Кстати Для Суккуба Очень Страшный Особенно Если Позволяет Ландшафт Прыгнуть В кусты И Изнуть Оттуда Ульту Это Вообще Да И Нету Какого Признера И Не Всегда Такой Ландшафт Даже Не Видишь Откуда Эти Анимация Идет И Где Он Аганимом Если Собрать Аганим То Там Дальность Еще Увеличится До Тысячи По-моему Если Не Ошибаюсь Насчет Я Этого Не Знаю Честно Вот По-моему Я Такое Что-то В Почтлогах Читал Что Урон Возрастает И Увеличится Рейнджа Вот Надо Будет Потом Посмотреть Но Почему Мне Так Кажется Что Может И Не Течено По-моему Она Точно Ты не Понимаешь Откуда Там Кто Кого Услеп Это Услепляет Не Ну Тысяча Как-то Гиперстан Сейчас Пока У нас Пауза Я могу Свернуться И Написать В Google Интересные Слова Суккубус От Ставов Мастер Так Если Прям Сразу Мне Что-то Выдало Такое Что-то Вообще Не Из Хона Да Да Не Из Хона Но Тут Нету Прям Таких Изменений Чтоб Сразу Знаешь Там Какой-то Почнот Мне Ссылка Или Что-то Типа Того Вообще Я Такие Вещи Обращаю Внимаю Но Я Чего-то Такого Не Помню Честно Сейчас Мне Очень Интересно Он В скайп Зашел Все-таки Или Пытается В хон Зайти Я Вот Даже Не Знаю Главное Чтоб Ребята Не Минус Морали Это Это Важно Подумаешь Телефон Телефон Возможно Это Неудобно Там И так Далее Но Мы Ожидаем Интересные Игры Поэтому Просим Их Собраться Наверняка Они Смотрят Сейчас Даже Пауза Ну Да Мы Наверняка Небор Он Предлагает Стас Ремейка Това Не Был бы Весел Станик Так Какой Тримейк Тише Я На Веду Если бы Просто Одного Голоса Достаточно Было И Ну Как С Паузой Ну Да Почему Опять Сдаться Неужели Они Просто Отдают Эту Игру Нет Ну Они Полное Право Им Ее Так Сделаться То Им Засчитается Это Поражение Ну Спасибо Ребят Серьезно Это Было Сильно Как То Очень Серьезно Это Ну Это Их Выбор Да Но Это Из Серии Ты Помнишь Когда Прошлый Хон Тур Был Некоторые Команды Не Доигрывали Уже Типа Играть Да Там Ливали Да Разберитесь Сами Ну Ладно Ну В принципе У Мекки И Сегодня И была Вот Эта Вот Одна Игра И Они Тидрюшки Тупо Подарили Эту Победу Побороться Могли Да Преимущество Было У Мекки Явное Преимущество Ну Да Но Побороться Могли Почему Нет Там Как бы Силка Такой Герой Залетел Минусанул Улетел В иллюзию Шансы Были Естественно Да Конечно Ну Санс Я думаю Там будет Очень интересно В принципе И Камы Могут что-то Интересное Приготовить Может Нас порадовал В последних Играх Да и Санс Тоже что-то Интересное Я думаю Привнесут Ну что ж Оставайтесь с нами Там Пауза 10 Максимум 15 минут И мы Вернемся В эфир